Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема нашей сегодняшней программы «Шанс есть всегда». Речь пойдёт о медико-социальной реабилитации лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Алкоголизм и наркомания широко распространены почти во всём мире. Меньше пьют на Ближнем Востоке, больше в Европе. При этом Россия, Эстония и Украина традиционно занимают первые места в десятке лидеров пьющих стран. Регулярное употребление алкоголя и наркотических веществ приводит к ухудшению здоровья, моральной деградации, к снижению интеллектуальных способностей человека. С медицинской точки зрения и алкоголизм, и наркомания являются заболеваниями, а значит, их можно и нужно лечить. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Лечение, реабилитация и освобождение от алкогольной или наркотической зависимости – это целый комплекс медицинских, психологических и социальных мероприятий. Нельзя рассматривать медикаментозные методы на стадии сформировавшейся зависимости как единственное средство борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Основной акцент в процессе лечения ставится на тесном сотрудничестве в врача-нарколога с психологом на первых порах, а в дальнейшем в процессе реабилитации – всецело на психолога. Во время реабилитации происходит реформация личности, без которой невозможно долгосрочная и стабильная ремиссия. Еще раз назову тему сегодняшней программы «Шанс есть всегда». Именно так она звучит. Мы поговорим о медико-социальной реабилитации людей, у которых есть алкогольная или наркотическая зависимость. А в студии у нас врач-психиатр-нарколог Новгородского областного клинического наркологического диспансера «Катарсис» Филипп Олегович Подерский. Здравствуйте, Филипп Олегович. И психолог этого же диспансера Олег Владимирович Егоров. Здравствуйте, Олег Владимирович. Итак, «Шанс есть всегда». Эта тема всегда болезненная. И для каждой семьи это большая трагедия и боль. Для жен, для матерей. И всегда ищут какой-то способ, самый легкий, как от этого избавиться, либо что-то подмешать в еду, либо вот просто чтобы укололи, да, что-то вшили, чтобы человек, ну, просто вот взял и перестал спить. Ну, бывает ли так? Бывает ли вот такой волшебный метод? Вы знаете, я сразу хочу развеять мифы, мифы родственников больных алкоголизмом и наркоманией, что есть какая-то волшебная таблетка или волшебный метод, который для всех работает и который поможет их пьющим родственникам или употребляющим наркотики избавиться от зависимости. Если бы такой метод был бы, то он был бы уже принят медициной и мировым сообществом, и у нас тогда бы не было бы проблем алкоголизма и наркомании. Все бы принимали волшебные таблетки или делали какие-то другие акции, и тогда бы проблемы не существовало. Дело в том, что зависимость — это многокомпонентное заболевание. Там есть и биологический, и психологический компонент, и социальный, и духовный компонент. Причин очень много также химической зависимости, алкоголизма и наркомании. И каждый случай индивидуален. Поэтому необходимо комплексно смотреть каждый случай такой химической зависимости. Необходима работа с личностью. А как вы понимаете, волшебная таблетка, кодировка или какие-то другие методы, ненаучные, необоснованные, они так не сработают. Потому что необходимо действительно направить свою активность на несколько сторон человека. Именно поэтому, наверное, да, Олег Владимирович, вы работаете в содружестве с психиатрами-наркологами? Конечно, именно поэтому мы работаем в содружестве, в партнерстве с врачами. И не только с врачами. У нас есть социальные работники. Мы приглашаем служителей религиозных конфессий. То есть, как сказал Филипп Олегович, комплексно подходим к решению проблемы. Но это я согласен с Филиппом Олеговичем. Но я думаю, что некоторым людям все-таки требуется иногда попробовать все. И экстрасенсов, и бабок, и какие-то лекарства. И для того, чтобы, ну, испробовав уже весь арсенал, который предлагает на сегодняшний день традиционная и нетрадиционная медицина, для того, чтобы уже обратиться непосредственно к нам. Ну, делать это не обязательно. Можно сделать это же сразу. Но вот мой опыт показывает, что люди почему-то, конечно, ищут сначала легких путей. И только когда это не срабатывает? Когда они уже пройдут вот эту череду мытарств, испытаний, они уже идут, собственно, в то место, по месту жительства, или там по отзывам ориентируются, либо кто-то знакомых там проходил, нашу реабилитацию. То есть уже идут к нам. Ну, вот так вот поступают. К людям, которые серьезно и конкурсно занимаются этой проблемой. Это очень серьезно, используя принципы доказательной медицины, психологии, труды и всевозможные, уже изучив опыт лечения этой проблемы, применяют на практике у нас. 14 лет уже существует реабилитационный центр в Турбино, да, вот при диспансере. Уже более 600 человек прошли там реабилитацию. Вот скажите, пожалуйста, какова эффективность? Вы знаете, можно сказать, что не только 14 лет, 4 года назад был так называемый второй день рождения реабилитационного центра Турбино, когда туда активно стали внедряться реабилитационные технологии. То есть реабилитационная программа строгая, научно обоснованная, согласно последним рекомендациям. Туда стали ездить чаще наши психологи, социальные работники, врачи. То есть мы действительно много сил бросили на реабилитационный центр Турбино, чтобы именно там поднять реабилитацию на самый высокий уровень, на общегосударственный уровень, согласно всем клиническим рекомендациям и протоколам. Что там происходит? Там происходит реабилитация химических зависимостей. То есть алкоголики и наркоманы живут вместе, там в среднем прибывает 20 человек. Это сельская местность, вокруг лес. Они проживают в комфортабельных условиях, есть палаты, у них есть все возможности для досуга, для реабилитации. В чем заключается реабилитационная работа? В основном это групповая индивидуальная терапия с психологом, с социальным работником, с людьми, которые уже прошли реабилитацию и имеют опыт выздоровления от химической зависимости, так называемые равные консультанты. Там присутствуют врачи. И мы реализуем принцип многокомпонентного подхода. То есть работает бригада. И туда может попасть любой желающий. Любой желающий, кто хочет пройти реабилитационную программу, имеет проблемы с алкоголем, с наркотиками, наркотическую или алкогольную зависимость. Вот групповая психологическая работа, я услышала, там проводится. Это тренинг? Ну, в том числе, тренинг, да. Прежде всего, правильнее говорить все-таки о терапевтической среде, которая существует в этом центре. Но место, правда, удаленное от города. Акуловский район? Акуловский район, живописные места. Живописные места на берегу прекрасного, красивого озера находится реабилитационный центр «Маяк». Вдали от привычной среды, скажем так, обитания потребителя веществ. То есть подальше от города, от друзей, от родственников часто, которые вредят процессу выздоровления от зависимого человека. Сама среда, ну, вот это вот достаточно такая вот погружение в какое-то такое природное, такое лес, озеро, плюс техники психотерапевтические, психологические занятия психологом по программе. То есть существует программа, которая используется для лечения зависимых людей. Ну и, естественно, огромное значение имеет быт. То есть люди, которые проходят реабилитацию. То есть чем наполнено их свободное время, как они трудятся, как они там изучают себя, свою личность, обучаются навыкам здоровой и трезвой жизни, как они организуют свое свободное время, ухаживают, там помогают друг другу, ухаживают за огородом, за животными, которые там присутствуют. В общем, это такой выверенный режим дня и расписание занятий всех, которые посещают наши пациенты. Все направлено на восстановление, на реабилитацию, на ресоциализацию пациента и для скорейшего возвращения его в социум, к семьям, на работу, в общем, в жизнь. Уважаемые телезрители, сегодня мы говорим о медико-социальной реабилитации людей, у которых есть проблемы с алкоголем и наркотиками. Наш телефон 67 97 67. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, звоните. У нас в студии специалисты Новгородского областного клинического наркологического диспансера «Катарсис». Это Филипп Олегович Подырский, психиатр, нарколог и психолог этого центра, Олег Владимирович Егоров. Можно напрямую задать вопросы, что-то уточнить, и у нас уже есть звонок. Мы слушаем вас. Скажите, пожалуйста, лечение платное и сколько стоит? Да, лечение на всех этапах реабилитации бесплатное, но при этом есть условие, что устанавливается за человеком диспансерное наблюдение на протяжении двух лет. То есть пациент, прошедший реабилитационную программу, дальше в течение двух лет подтверждает свою трезвость тем, что он посещает раз в месяц и с другой регулярностью также своего участкового врача. После этого он снимается с диспансерного наблюдения. Поэтому ответ такой, что программы все эти бесплатные, но они реализуются через бюджет здравоохранения, поэтому наши пациенты встают на наркологический учет. Нужно ли желание все-таки человека, чтобы он прошел такую реабилитацию? Ну, чтобы он сам понял, осознал, что ему необходима такая помощь? Либо это могут родственники сделать в принудительном порядке? Пациенты и реабилитанты должны дать согласие на госпитализацию, на лечение. И на всех этапах у нас только добровольное лечение. Но при этом и родственники, и специалисты работают над мотивацией пациента. То есть зависимые люди, как правило, имеют неустойчивую мотивацию на лечение. Она может меняться, она может увеличиваться, уменьшаться. Но на протяжении всего периода реабилитации такая мотивационная работа проводится, чтобы он продолжал лечение, не останавливался, никуда не уходил, а продолжал менять свою жизнь к лучшему. Проводили ли вы там реабилитацию у женщин? Да, у нас в том числе есть женщины, которые проходят реабилитацию. Насколько успешно? Говорят, женский алкоголизм, так сказать, лечится труднее. По вашим наблюдениям это так? Я думаю, что и женский, и мужской алкоголизм лечится непросто. Непростые заболевания. Но у нас есть опыт успешного лечения женщин, страдающих зависимостью, как и алкогольной, так и наркотической. Женщины тоже могут обращаться к нам с лечениями. Я тоже призываю их не стесняться, не бояться, обращаться за помощью. Я бы тоже так не клеймил женщин, конечно же, не лишал бы их шанса выздоравливать. Говоря о том, что труднее им выздоравливать, чем мужчинам, я, честно говоря, за свой опыт многолетней работы не могу утверждать, что это так. На мой взгляд, все действительно зависит от желания, от мотивации. Мы на всех этапах работаем, не учитывая, так скажем, пол человека. То есть для нас это пациент больной, и мы одинаково вкладываемся в каждого из больных. И шансы, и успешность лечения, я думаю, зависят только от самого желания и от помощи, которую он получает на всех этапах. Вот вы уже сказали о том, что помощь бесплатная, но вот с учетом, что человек будет на учете в диспансере в течение двух лет. Вот эта вот учетность диспансерии, она как-то влияет на судьбу человека, на его карьеру, на его, так сказать, имидж и так далее? Или как-то это может отрицательно сказаться? Все, что делается наркологической службой, направлено на благополучие человека. И в том числе диспансерное наблюдение. Поэтому задача у врача-нарколога и у наркологической службы, чтобы человек воздерживался от алкоголя, выздоравливал, менял свою жизнь к лучшему. Иногда для этого необходимы некоторые ограничения. Это могут быть ограничения в получении водительских прав, ограничения по некоторым видам работ. Но я повторяю, что диспансерное наблюдение ведется в течение двух лет. И при условии регулярного посещения своего участкового врача и сохранения трезвости и улучшения своего статуса, с этого диспансерного учета человек снимается, и больше никаких ограничений он в своей социальной жизни иметь не будет. В этом есть свои плюсы. В течение всего диспансерного наблюдения люди, стоящие на учетах, продолжают получать бесплатную помощь медицинскую. То есть на протяжении всего этого времени они имеют бесплатного психолога, обращаются к врачу абсолютно на безвозмездной основе. То есть в другом случае, когда люди проходят лечение анонимно и не стоят на учет, для них они выходят на рынок оказания платных услуг. То есть тратят огромные деньги, не все в состоянии тратить на себя большие суммы денег. И поэтому как-то вероятность того, что человек удержится в трезвости, становится меньше. Потому что многие предпочитают экономить на специалистах, да, и отсюда вот такие не очень хорошие результаты. У нас есть новый звонок в прямой эфир. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы ничего не упомянули о подростках. Ведь некоторые тоже сидят на наркотиках. А они тоже в вашем центре там реабилитируются или как? Спасибо. Для подростков, у которых есть химическая зависимость или нарушение поведения, у нас существует детско-подростковое отделение в катарсисе. Там в том числе есть реабилитационные программы, где они могут ее пройти. Торбино – это реабилитационный центр для уже… Для взрослых больных. Да, для взрослых больных. Да, для взрослых больных. Те, кто достиг совершеннолетия. Для подростков тоже есть реабилитационные программы. Их тоже можно получить в катарсисе. Скажите, как долго пребывает человек на реабилитации в Торбино? Строгих сроков нет. Базовая программа занимает 3 месяца, первый этап реабилитации. Человек может проходить реабилитации на последующих этапах и проживать и получать лечение до 2 лет. От 3 месяцев до 2 лет. Да, все сугубо добровольно. У нас есть этапность. И от 3 месяцев до 2 лет человек сам определяет временной промежуток своего пребывания на реабилитации. Он в любой момент может с нами попрощаться, сказать спасибо, мне достаточно, и покинуть центр. Вы знаете, вопрос заранее пришел от Бориса. Он пишет, что отказался от алкоголя 2 месяца назад. Болит и кружится голова, проблемы со зрением. Особенно это проявляется при физических и умственных нагрузках. Есть зависимость от алкоголя. Стоит ли выпить немного алкоголя или какие-то препараты? Вот такой вопрос от Бориса. Я как врач-нарколог не могу порекомендовать выпить алкоголь. Тем более у Бориса есть осознание, что у него есть зависимость от алкоголя. Это уже первый шаг. Что конкретно в этом случае я могу рекомендовать? Обратиться на Большую Московскую 108 к специалисту. И уже индивидуально по вашему случаю определиться, что делать дальше. И ни в коем случае не лечить самого себя алкоголем. Или какими-то препаратами. Или какими-то любыми препаратами без назначения врача. Потому что вам может стать хуже от этого. Не надо бояться специалистов. У нас есть звонок в прямой эфир. Мы слушаем вас. Сорвался звонок. К сожалению, долго. Да, может быть, мы все-таки по центру немножко поговорим. Да, может быть, по центру и хотели спросить. Потому что все вот эти вопросы, они такое носят сугубо медицинские вопросы. И, в принципе, на них, на все можно ответить, что приходите к нам. К специалистам. Вас будут сопровождать на всех этапах, как и врачи, так и психологи, так и социальные работники. И со всеми этими проблемами самостоятельно разбираться не стоит. А все-таки стоит прибегать к помощи профессионалов. И поэтому тут как-то больше бы хотелось рассказать все-таки по теме нашего разговора о Торбина, да, в медицинском центре. Олег Владимирович, вот вы уже сказали о том, что нужно собственное желание человека. Тогда работа будет эффективной. Ну, это желательно, но не обязательно. Мы работаем, у нас есть часть пациентов, которые направлены судами, инспекцией по исполнению наказаний. Родственники часто уберут, как-то там ставят условия, ну, и люди попадают. Опека, опять же, да. То есть, ну, у нас есть, на первых этапах мы очень часто применяем мотивационное консультирование, да. И у нас интервьюирование, консультирование. И вся работа на первых этапах направлена на повышение мотивации для лечения. Мы вот как раз с этим и работаем, мотивируя пациента на продолжение лечения, на, значит, на получение помощи, на обращение за помощью. Это огромная работа. Это, наверное, самая тяжелая, да, часть нашей работы заключается как раз в мотивировании немотивированных пациентов. Хорошо с мотивированными пациентами. Он пришел, он хочет выздоравливать, да, и мы как бы в альянс с ним входим, и успешность высокая такого вот процесса. А когда вот поступает к нам немотивированный, часто немотивированный пациент, здесь нам приходится вот включать весь спектр, набор наших знаний и умений. И это, естественно, все проходит на неотложном отделении, на отделении медицинской реабилитации. И потом уже, когда у человека появляется, ну, разная степень мотивации, мы отправляем вот в наш центр реабилитационный, где он уже, ну, вот готов к работе со своим, со своим ядром своей болезни с зависимостью. А вот что бы вы посоветовали родителям или женам, как вот подтолкнуть человека, у которого есть зависимость в семье, вот к такой реабилитации, чтобы он сделал этот шаг? Есть какая-то вот работа или психологическая помощь родственникам? Я могу сказать, что это один из самых сложных вопросов, как мотивировать родственника с химической зависимостью, который не хочет лечиться. И это такой, действительно, общий мировой вопрос. Опять-таки, есть несколько простых принципов, как и в каком случае нужно разговаривать с родственником, у которого есть зависимость. Во-первых, с ним необходимо разговаривать, когда он трезвый. То есть бесполезно его убеждать и мотивировать, когда он в состоянии опьянения. То есть необходимо дождаться, когда он протрезвеет. Второй принцип заключается в том, чтобы все члены семьи желательно максимально были вовлечены в процесс убеждения зависимого в необходимости лечения. Желательно также привлекать любых других людей, которые знают о проблеме этого человека. И очень важно включать в этот круг людей, которые являются авторитетными для зависимого. Обычно это происходит так. Члены семьи договариваются о некотором времени, они собираются, садятся вокруг, в центре сидят зависимые. Они делятся своими чувствами, переживаниями, своей заботой, почему им так сложно сейчас с зависимым. И как они видят, что он наносит им ущерб, что он наносит ущерб самому себе. И предложить конкретные пути решения. То есть обратиться к специалисту. Это так называемая методика интервенции. Ее лучше проводить, конечно же, со специалистом. И поэтому общая рекомендация будет обращение к специалисту. Но вы можете попробовать такую интервенцию самостоятельно. То есть важно, чтобы вся семья, все члены семьи, может быть, коллеги, работодатели, друзья, любые другие авторитетные лица стояли в одной позиции. Что тебе необходимо обратиться за помощью, ты убиваешь себя и наносишь ущерб нам. И мы от этого страдаем. То есть это примерно так. Но это не ограничивается только мотивацией для обращения к специалистам. У нас в центре, в Торбино, существует программа, направленная на работу с родственниками больных, которые проходят лечение. То есть в течение всего лечения такого больного мы поддерживаем связь с родственниками. Мы устраиваем для них ряд мероприятий выездных на нашем транспорте. Жены, мамы, папы больных наших пациентов садятся в машину, приезжают в центр. И там что-то вроде типа день открытых дверей проводится. Тренинги для них специальные тоже психологи подготавливают, работают, рассказывают о жизни, да, о болезни, об основах, лечения, о том, какая помощь от них нужна будет в течение лечения и после. Очень важно понимать, что этот такой путь не заканчивается только включением родственника для обращения больного к специалисту. В течение всего процесса выздоровления, как и после этого процесса, необходима некоторая такая база знаний для того, чтобы как не выпадать из процесса реабилитации больного. Спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли, все это рассказали. Мы будем надеяться, что в тех семьях, где есть люди зависимые, теперь появилась надежда на то, что шанс есть, и теперь узнали, куда нужно обращаться и где пройти реабилитацию. Мы сейчас подведем небольшой итог, сказанному ранее в этой студии, затем вернемся в прямой эфир и узнаем, кто придет к нам завтра. Есть много мнений по поводу лечения алкоголизма и наркомании. Однако стоит придерживаться эффективной концепции лечения зависимостей. Во-первых, это детоксикация организма, стабилизация состояния, нормализация физиологических процессов, снятие острой абстиненции. Во-вторых, необходима психосоциальная реабилитация в условиях стационара. Работа с психологами, восстановление личности, приобретение навыков самоконтроля, разрешение внутренних психологических конфликтов и групповая психотерапия. В-третьих, важен амбулаторный этап, плавный выход в социум при поддержке специалистов, постепенная интеграция в трезвое сообщество, дальнейшая работа с программами психологической коррекции. Тима следующего выпуска программы «Скажите, доктор, смех как лекарство». К нам в студию придет врач-психотерапевт Дмитрий Иванович Бабуров. А на сегодня все. До новых встреч и будьте здоровы!